А теперь о скандале мирового уровня. В Организации Объединенных Наций подготовлен доклад о грубейших нарушениях прав человека на Украине. Факты, установленные экспертами, шокируют. Секретные тюрьмы, похищения, незаконные аресты, пытки, издевательства. Свидетельства пострадавших в репортаже нашего корреспондента. Евгения Лямина. Они, когда меня взяли, они же мне вот резали вот здесь. Они хотели выколоть мне глаза. Вот у меня два шрама осталось здесь и вот здесь вот. Александра Михайловна тот день запомнила навсегда, когда в дом пришли сотрудники СБУ, забрали, сказав, что подозревают в связи с ополченцами и вывезли в Мариуполь. Били меня по голове резиновым молотком. Это тем, что укладывается плитка. Потом меня пинали ногами, сильно били ногами и вот так брали меня за горло, поднимали, били об стенку, в этот момент придушивали меня. То, что аэропорт Мариуполя превратился в настоящую базу для пыток, жители Донбасса уже давно знают теперь о секретных тюрьмах СБУ и о том, что там творится в докладе ООН и на страницах газеты «Таймс». Агенты СБУ приковали мужчину к батарее, надевали на него противогаз, с помощью которого душили. После чего его ударили током, запихнули задержанному в рот мокрые тряпки, топили его, одновременно пинали и наносили удары в область паха. Безграничная жестокость. В документе рассказывается о поддержке Киевом программы пыток и о пяти секретных тюрьмах СБУ. Одесса, Харьков, Мариуполь, Артёмовск, Запорожье. Те, кто там побывал, живые свидетели, точнее, выжившие. В СБУ их пытались, чтобы разговаривать. И теперь они не могут молчать. Начали избивать пистолетными рукоятками по голове. Вот это ножом и здесь ножом. Заламывали, ложили на живот, один садился на ноги, делали ласточку, вывернули руку в обратную сторону. Это брали плосковубцами и ломали их. Тех, кто обратился в ООН, десятки, пострадавших сотни, если не тысячи. Ополченцы, мирные жители, старики и женщины. Этот доклад может стать началом громкого разбирательства. ООН, которые связаны с американцами какими-то обязательствами, которые прислушиваются к мнению Госдепа, они разочарованы тем, что происходит на Украине и таким образом открывают эту заслонку. Те люди, которые пострадали, имеют все основания подавать на государство Украина в суд по правам человека. То, что правозащитники уже услышали от бывших узников, они не должны увидеть. Рассказы, после которых становится понятно, почему на прошлой неделе делегацию подкомитета ООН по предупреждению пыток не пустили в тюрьму службу безопасности Украины в Мариуполе. После этого в Организации объединенных наций заявили о невозможности выполнять намеченную программу и приостановили работу. Международный скандал. Это уже потом в Киеве стали говорить, что не пустили делегацию, дескать, потому что в ней был гражданин России. Слабый аргумент. Однако в ООН сразу опровергли и это. Россиян не было. Все доводы Киева выглядят как неловкая попытка оправдаться. Причем не только за сорванную работу ООН, но и за слова главы СБУ. Василий Грицак в одном из интервью, кажется, проговорился. Откуда корни? Представьте себе на секунду, дорогие друзья журналисты, что вы приедете в Соединенные Штаты Америки и захотите зайти в районный отдел НУЦРУ, например, или ФБР. Просто так зайти посмотреть. Зайти к ним в подвал, зайти в кабинет. Вас туда пустят? Все, как в США. С той лишь разницей, что оплот демократии Соединенные Штаты не являются участником конвенции против пыток. Украина ратифицировала конвенцию 10 лет назад. Глава СБУ, судя по всему, плохо ориентируется в международном праве. И в том, какие права и обязанности есть у Киева. Любопытен и тот факт, что о тюрьмах ЦРУ упоминает не только глава Украинской службы безопасности, но и те, кого пытали в секретных тюрьмах. С эеромонахом, отцом Феофаном, это интервью мы записывали весной прошлого года, после того, как его обменяли на украинских солдат. В мариупольской тюрьме СБУ, как раз там, куда не пустили делегацию ООН, священнослужитель провел несколько месяцев. Были пытки, это было то, что, ну, как показывают там в Америке, в Лантанаме там пытают, когда водой поливают, топят, вот, когда бьют битой, куда попало, при всем при том, что руки за спиной застегнуты у наручники. Просто выбивали показания и говорят, было то-то и то-то. И пока не получат положительного ответа, продолжается это поливание водой. Пытать людей, выбивая признание. Рано или поздно, все это должно было всплыть. И вот в Киеве услышали то, что так тщательно скрывали. Соблюдательная миссия продолжает получать сообщения о незаконных задержаниях, пытках и жестоком обращении людьми со стороны украинской службы безопасности. Особенно в зоне конфликта. Бестязания и угрозы семьям, в том числе угрозы сексуального характера, неприемлемы. Рано или поздно преступники будут наказаны. Кого наказывать, вопрос. Ведь за конкретными людьми система. Ее тиски ученый, бывший проектор Международного славянского университета Алексей Самойлов испытал на себе. Харьковчанин провел в секретной тюрьме СБУ 54 дня. И оттуда, из-за стенок, становится ясно, что случилось с Украиной. Пытки лишь следствие. И возможно, это только начало. Доминирующей идеологией украинского государства на сегодняшний момент является неонацизм. Где основными тезисами этой идеологии является неприятие иного мнения. Вторым тезисом является эта ненависть к иному. Третьим – право на насилие над иным. Ясно, что этот скандал – очередной удар по и без того сомнительному имиджу Украины. Теперь долго придется оправдываться, искать виновных, возможно, кого-то даже наказывать. Но маховик национализма, жестокости и ненависти властями Украины уже раскручен. И может сыграть злую шутку с самой властью. Евгений Лямин, Рушан Умяров, Юлия Ольховская, Наталья Голуб и Денис Воронцов. Первый канал.